приветствую любители москвы итак первый четверг этого месяца мая ну и соответственно как обычно программа москва железнодорожная на своем месте ну как обычно сначала новостях ну а потом немножко еще платформе леонозова добавим несколько слов значит ну что касается новостей то ну пожалуй главная новость за прошедшие две недели это открытие скажем так обновленной платформы толстопальцево который находится в новой москве на киевском направлении но она там и была всегда но просто она была старая платформа как чает еще когда-то не так принципе давно подмосковная на рафаминского района ну а потом вот когда новая москва в 2012 году образовалась и как раз территория стала частью новомосковского административного округа москвы но и соответственно эту платформу стали конструировать но не столько для не столько потому что она стала московской хотя в том числе и поэтому но еще и потому что сейчас готовит тоже к запуску еще один диаметр соответственно это будет четвертый диаметр но еще третий откроет но четвертый и эта платформа войдет состав вот этого четвертого диаметра вот киевско-горьковского и соответственно вот эта платформа поэтому и реконструили уже по новым стандартам вот мы сделали навес на всю длину да кстати реконструкция шла 2020 году ну и вот получается около двух лет и и факт по сути заново строили ну примерно на том же месте и вот значит сделали так как обычно по стандарту как сейчас все все платформы дела со скамейками на электронное табло там стойки сос навес на всю длину ну вот все такое и соответственно там же есть подземный вестибюль и там же он же там и кассы там же турникеты и всякие туалеты и лифты работают эскалаторы ну в общем скажем так все как примерно уже мы к этому привыкли но при этом а старый пешеходный мост который когда-то связывал две платформы а также так сказать выхода в город на улице соответственно советскую гагарина вот он будет демонтирован в скором времени и будет соответственно связь проходить через подземный вот вестибюль переход он же будет переход между двумя платформами но и одновременно и свяжет две разные так сказать выхода на разные улицы в городе да вот значит это но имеется у поселения кокошкина где находится вот эта вот платформа толстопальцева вот это вот такая новость ну и кроме того также началось строительство вестибюля это прошло кстати 1 мая так что получается вот совсем недавно это открыли обновленную платформу толстопальцев но и кроме того также началось на днях строительство но вестибюля на станции новой станции мcd-1 петровск разумовская ну я тоже говорил, да, что сейчас строится новая станция, новая платформа, вернее, если бы быть точнее, Петровско-Разумовская, но это не та, которая, естественно, Октябрьская железнодорога и Ленинградское направление, а имеется в виду вот именно Савеловское направление, вот, она строится между действующими платформами, Темирязевская и Окружная, вот, и, ну, и так, если по карте посмотреть, да, чтобы было понятно, ну, тут, наверное, не очень видно, ну, в общем, здесь вот, да, Савеловское направление, смотрим, да, вот, Окружная, вот, соответственно, Темирязевская, Темирязевская окружная, вот, между ними строится вот Петровско-Разумовская, вот, эта платформа, вот, и там уже возвели, собственно, сами платформы, фундаменты, вот, основные конструкции, да, плиты перекрытия, металлокаркас для навеса сделали, вот, ну, и, соответственно, сейчас вот строится подземный вестибюль, пассажирский вестибюль-конкорс, ну, и, соответственно, вот, там монтируют, будут монтируют эскалаторы, лифты, вот, так что, вот, и будет это связано, соответственно, новая платформа, она будет связана как раз с Петровско-Разумовской, которая действующая платформа, да, вот на Ленинградском направлении, вот здесь вот эта платформа, она будет с ним связана, при этом платформу Ленинградского направления, ее перенесут, перенесут ближе к новой платформе, то есть с тобой место, где она сейчас находится, она чуть-чуть в отдалении, а её перенесут поближе. И вот они будут в итоге соединяться, и плюс там же и метро рядом находится. Вот туда к метро, чтобы было понятно, туда устроено к метро. И таким образом будет такой единый транспортно-пересадочный узел, где будет две станции метро, Петровско-Разумовская, то есть они уже построены. То есть это салатовая ветка и серая ветка. Вот две ветки метро. И две платформы железнодорожных, которые действующие железнодорожные от ленинградского направления, которые перенесут. И вот строящаяся, которая будет построена. Ну, наверное, не знаю, в этом году, может, и не успеет, может, в следующем году. Ну, вот где-то так. Или конец этого года, или следующий год. Ну, Петровско-Разумовская уже, соответственно, савёлско-направление. И вот таким образом четыре станции, две железнодорожных и две метро, они будут вот связаны в один узел. Ну, как говорится, естественно, многие рады этому, но я ничего хорошего от этого не вижу. Ну, во-первых, теряется уникальность, так сказать, вообще в целом, так сказать, уникальный микроклимат, который был долгие годы, да, вокруг, да, собственно говоря, вот сама атмосфера теряется. Ну, и кроме того, я думаю, что как у нас строят обычно, да, будет очень, очень тесно будет, очень будет тесно. То есть очень много будет народу. То есть если сейчас людские потоки, они, скажем так, разделены, да, то есть они разнесены. То есть кто-то идёт туда, платформа, она чуть в стороне. Это хорошо, на самом деле это хорошо, потому что таким образом разделяются людские потоки. Есть всё-таки как вот пройти, да, вот одно метро там, тут метро там. То есть хотя они вроде бы и близко находятся друг от друга, но всё-таки они на каком-то отреплённом расстоянии. И это позволяет всё-таки хоть более-менее как-то дышать, хоть немножко как-то резить потоки. В итоге всё это вылезет в то, что создадут огромный, как такой большой узел, да, огромные такие большие, так сказать, такое, такой, как сказать, именно вот хаб такой, да, и в итоге, соответственно, там будут все друг на друга, друг с другом сталкиваться. То есть все эти потоки, а народу, естественно, полно будет, но и сейчас много, ну и будет ещё больше, когда это всё соединят. Ну и в итоге, сами понимаете, сколько будет народу, особенно в часы пик, то есть ни проехать, ни пройти, будут большие людские пробки. Ну и хорошего, естественно, в этом я совершенно не нахожу ничего. Ну да, с одной стороны, конечно, можно сказать, ну как это здорово, пересадка, вот она всё как бы в одном флаконе, но это как бы всё так вот, когда так рассуждаешь теоретически. Практически, ещё раз повторяю, что прежде всего это, если бы у нас, конечно, к тому жило бы там народу, может быть, не так была бы переполнена Москва, да, не так перенаселена просто ужасным образом, да, в несколько раз просто. А было бы народу немного в Москве, ну да-да-да, тогда ещё, конечно, можно было бы о чём-то говорить. Но то, что мы видим, да, и то, что это предполагается, это, конечно, будет совсем даже нехорошо. Ну и ещё раз повторю, что сама атмосфера, она тоже, к сожалению, она теряется. Вот эта старомосковская атмосфера, вот это то, что, ну, скажем так, вот этот привкус, да, ну это надо, конечно, понимать, про, к сожалению, не все это понимают, но кто понимает, тот понимает, о чём я говорю. Вот, это тоже, к сожалению, будет безвозвратно утрачено. Ну, оно во многом уже сейчас, конечно, утрачено, справедливости ради, надо сказать, но это добьёт фактически окончательно вот ту атмосферу, старую ещё, нами любимую, которую мы помним, и которая была когда-то. И, увы, с каждым, так сказать, такой вот новой пересадкой, новой станции, она уходит. Так, ну, вот что касается, это вот такие вот основные новости, скажем так, касающиеся, вот так сказать, московской железной дороги в пределах Москвы. Ну, кроме того, также, если посмотреть на диаметр, также ведётся, продолжается реконструкция платформы Тимирязевская, собственно говоря, да, то есть, там строится, по сути, новая платформа, недавно там всё это я показывал, были, увидели тоже, да, на окружную тоже работы идут, там строится новый вестибюль тоже, и новый пересадочный узел, чтобы напрямую соединить тоже окружную, и, так сказать, платформа окружная тоже МЦК, и, соответственно, метро соединить, вестибюль метро строится новый, второй. Вот, также, что ещё строится, ну, Ильинску пока строить не начали. Леонозово, кстати, вот где мы были, я показывал, да, там ожидается реконструкция, ну, я так говорю уже об этом, да, то есть, здесь понятно. Ну, также, так сказать, ну, что касается дальше первого диаметра, ну, в принципе, тут особых работ, в общем-то, мы не видим. То есть, главная работа – это вот здесь сейчас идут, между Тимирязевской и окружной. Второй диаметр, ну, здесь традиционно Каланчёвская, Курский вокзал, понятно, там идёт большая реконструкция, продолжаются пути новые, строят мосты, саму платформу Каланчёвская реконструируют новые платформы, вестибюль также подземный строят на Курском вокзале, вот, так что это основные работы идут там. Плюс, также идут работы на печатниках. Печатники там строятся новые платформы, которые будут соединяться с двумя станциями метро, строящиеся, кстати, станции метро, печатники Большой кольцевой линии, действующие станции Салатовой ветки метро. Вот. Ну, также, что ещё? Ну, в принципе, да, Марина Роща ещё строится, платформа тоже будет, новая платформа строится, на средней ветке Алексеевской тоже. Ну, вот это, наверное, главное. Печатники, а также вот Каланчёвская, Марина Роща, а также Каланчёвская Курск, вот эти работы. Вот это, что касается второго диаметра. Ну, что касается, ну, остальных диаметров, которые строятся. Ну, здесь, конечно, главные работы идут на киевском направлении. Это вот четвёртый диаметр. Это Киевско-Горьковский, то есть, Апрелевка железнодорожная. Вот здесь идут работы, значит, ну, большие работы, особенно на эстакаде, который, собственно, соединит как раз вот эти направления. То есть, Киевская и Горьковская. Она будет проходить через Белорусский вокзал, вот эта ветка, да, соединительная ветка будет как бы, да. Ну, по сути, между двумя направлениями, которые он соединит. Вот. И здесь сейчас строятся новые станции. Поклонная, Кутузовская, Камушки, Ермакова, Роща. Вот. И дальше идут работы тоже на беговой, на Тестовской, на беговой. Кстати, станции, кстати, вот даже были закрыты на какое-то время. Электрички мимо проезжали многие работы. Также на Белорусском вокзале там идут работы. И между Белорусской и Савёловской тоже идут работы на соединительные ветки. Ну, это всё, это здесь, кстати, соединяется, будут соединяться два диаметра. Это первый и новый, вот, четвёртый диаметр будут. Поэтому строятся тоже там новые пути. Я тоже показывал это, как там строятся пути, расширение будет идёт. Ну, и вся инфраструктура, естественно, вся там контактная сеть, там же всё это связано. Все эти электроснабжения, там вот эти все пункты, всё это, естественно, тоже меняется. Понятное дело, что все эти работы, они тоже коммуникации, всё это, естественно, меняют тоже. Плюс там снос идут, там и гаражи, и всё, что рядом находится, все здания, которые там попадают, как говорится, под новость. Всё это тоже идёт. Так, ну, кстати, станколит тоже, наверное, будут вводить заново. Но она пока сейчас не действует, эта платформа заброшена. Так, так что вот это диаметр. Да, ну, и тоже идут работы по этому диаметру четвёртому на Казанском вокзале, я говорил, между Казанской и Электрозаводской. Там тоже строится новый путь, тоннель прокладывается на Казанском вокзале. Так что там вот работы идут вот в этом направлении. Ну, собственно, в остальном больше пока не ведётся. Ну, и третий диаметр. Третий, я не знаю, наверное, тут работ вроде особых нету. Ну, да, тут третий диаметр. Ну, третий, да, третий, это как раз вот, третий, это не чёртый, это третий диаметр, это идут работы. Третий диаметр, это как раз вот этот самый, он будет Ленинградский-Казанский такой, или Казанско-Ленинградский. Ну, вот так. Это как раз вот на Казанском вокзале вот этого идёт работа, я говорю, между Казанской и Казанского вокзала Электрозаводской. Ну, там идут работы, да, определённые, вот есть некоторые работы идут. Ну, собственно, и всё. Пока как-то особо, в принципе, больше здесь работ, в общем-то, нет. На третьем диаметре я имею в виду. Ну, и на пятом пока тоже работ нет. Это вот ещё такой дальний, наверное, диаметр. Не знаю, когда введут. Может, там, в 1924 году. Где-то так. Может, ещё позже. Там кто его знает. Это, имеется в виду, вот этот Ярославско-Повелецкий диаметр. Вот этот вот, да. Между Пушкина и Домодедова. Ну, вот пока тут работы, в общем-то, не имеется. Ну, вот такие вот, пока такие вот, собственно. Дела у нас на диаметрах. Так, ну и что касается Леонозова, да, то, ну, в принципе, я сказал, да, что, в общем-то, платформа, видите, между Бескудниковым находится, Бескудниковым и Марком, да, между двумя станциями. Потому что Бескудниковый и Марк – это станции. А эта платформа на перегоне. Находится на перегоне Бескудникового и Марк. Ну, и, как видим, она находится между двумя районами. Собственно, Леонозова, по которым она и названа. И здесь находится, ну, здесь вот Дмитровский район, а это Восточный Дегунин. То есть, как бы тут стык двух районов, уже северного округа, а здесь северо-восточный, который Леонозово. То есть, это северо-восток, это север. Ну, и находится вот она, названа, я говорил уже в честь Георгия Леонозова, но его сыновей, которые здесь создали дачный поселок, примыкающий к этой станции. Собственно, станция, она открылась в 1913 году именно для, в общем-то, дачников, которые, ну, кроме них практически есть никого тогда и не было. Ну, может, туристы какие-то редкие были, а так у сам дачники. Потому что тут были одни дачи, 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 дачи. Кстати, вот остался от них вот в каком-то смысле поселок. Остатки, это вот дачные поселки имени Ларина, вот здесь вот кольцевые дороги примыкающие. Вот, еще память о дачах, которых тут вообще было полно, все было усеяно этими дачами. Хотя, ну, не сказать, что Леонозово прям какой-то был известный дачный поселок, явно уступало Царицыно и Люблино, ну, и некоторым другим тоже знаменитым таким дачным поселкам. Вот, но все-таки Леонозово это тоже было такое дачное место. Может быть, просто не так популярно, как тоже Люблино или Царицыно, но вместе с тем, в общем-то, оно тоже было дачным поселком. Да, или там Новогиреево, они более популярны. Но тоже здесь довольно много было дачи для дачи, которые построили платформу. Ну, а до 1660-го года территория была подмосковной, потом стала Москвой, ну, и застройка началась массивно здесь уже, в основном, в 70-е годы. Ну, 60-е, 70-е, после того, как территория стала московской. В то же время здесь, в основном, непосредственно к платформе жилые дома практически не примыкают. Здесь находится промзона с Леонозовским электромеханическим заводом, который, слава богу, пока еще работает. Ну, во много потому, что он на оборонку работает, на ВПК, ну, в большей степени с этой стороны. Ну, а с этой стороны находится, как видите, Леонозовский лесопарк. Вот так вот, по которому я с вами показывал его, и по которому мы немножко погуляли как раз. Он прямо рядом с платформой. То есть, вы ходите вот на Леонозовский проезд, чуть-чуть проходите, вот, делать здесь соединять с Череповецкой улицей, которая как раз вот идет сюда, от метро Алтуфьева. Он может, кстати, такой маршрутик небольшой сделать, от платформы Леонозова через Леонозовский лесопарк. Вот здесь выйти на Углическую, и дальше, вот, пожалуйста, до метро Алтуфьева можно дойти через сквер на Череповецкой улице. Ну, кстати, можно посетить Леонозовский парк, о котором я тоже говорил. Здесь находится музей Константина Васильева. Тоже можно посетить. Ну, такой специфический музей, ну, на былинные темы, там, старорусский, там, и так далее, языческие всякие верования, там, и прочее. Ну, такой очень самобытный достаточно музей. Может, не всем будет интересно. Ну, как бы там, кстати, находится под угрозой закрытия до сих пор. Ну, пока вроде работает. Так что можно посетить. Ну, и здесь тоже погулять можно и по дачному поселку. В общем-то, вроде туда пускают. Так, погулять можно. Ну, не знаю. Правда, тут разные есть сведения. Говорят, не всегда можно зайти. Там КПП, в принципе, есть. Ну, по крайней мере, со стороны Кольцевой точно можно зайти. Вот здесь вот, по улице Молокова. Ну, а со стороны именно вот здесь Псковской зональной улицы, не знаю, здесь может быть и проблема. Отвозим, потому что там КПП стоит, будочка, там могут и проверить. Ну, не знаю. Так что это... Ну, здесь точно можно гулять. Это свободная территория для гуляний. Так что это самое, в принципе, главное. Ну, кстати, как раньше выглядела платформа Леонозова, посмотрите, да? Ну, видите, какая красота. Никаких тебе оград, раздолье, простор. Смотрите, как много воздуха, да? Вот, смотрите, палаточки стояли с выпечкой тут же вот. Можно было перекусить. Прям тут же на платформе стояли, понимаете, как все красиво было. То есть, все удобно, красиво. Пресса продавала. То есть, все как бы вот для людей. Рядом рынок, все. Ну, слава богу, сейчас пока, но, в принципе, говорят, его все равно под угрозу сноса находится. Ну, видите, как красиво. Причем была, так сказать, своя фирменный стиль такой был, оранжевый для Савеловского направления. И все вот таблички там для Леонозова, ну и прочие, Бескудникова, все таблички были оранжевыми. И на них вот коричнево было написано название станции. Видите, как все демократично, красиво, спуски везде были. Здесь, здесь. Потому что платформа боковые, то были спуски со многих сторон. Не как сейчас только один выход, вот через турникеты, а можно было и там сойти, и тут сойти, по настилу. Все было очень красиво и, считаю, для народа очень удобно было. Ну, тут еще, видите, показан народ, вроде много народу. Ну, вообще, когда раньше здесь народу не так много было на Леонозове. Ну, конечно, народ всегда был, но не так, может быть, много. Ну, а потом, откуда народ взялся? Ну, во многом из-за того, что рынки открыли, вот Леонозовский рынок, когда открыли торговые центры, но особенно рынок, конечно, и народ сюда очень много приезжали именно в том числе на рынок. Ну, а так, конечно, жители, естественно, домов тоже здесь сюда приходили. В принципе, платформа, она, ну, никогда не была уж, может быть, шибко многолюдной, но, конечно, народ здесь всегда был, в отличие от той же станции Марк следующей, где фактически полные безлюди. А здесь, вот на Бескудниково, Леонозово. Ну, Бескудниково, она, конечно, такая более, может быть, такая большая станция, навесить на самостанции, народ там чуть побольше. Но, с другой стороны, Леонозово и Бескудниково, они сейчас во многом, может быть, одинаково по загруженности, да. Ну, раньше, может, Леонозово всё-таки посвободнее была, чем Бескудниково. Вот, ну, и турникеты здесь поставили, правда, в 2016 году, то есть не так давно. Отличие от того же Бескудниково, ну, Бескудниково, кстати, тоже не так давно. Вот, Тимирязевская там уже давно, да, Тимирязевская. Ну, и Савёлский вокзал, конечно. Ну, вот такая станция, и здесь, конечно, самое главное, это Леонозовский лесопарк. Кстати, кроме лесопарка, если что, можно ещё погулять вот здесь. Вот здесь, по лесополосе, мы с вами, помните, гуляли от Дегунина, через Бескудниково и дальше вот к Леонозово как раз. Вот там, за гаражами, которые, скорее всего, будут скоро сносить, вот здесь есть лесополоса, прямо начинаются платформы, вот это уже в район Восточной Дегунина. И здесь можно погулять по парку Северной Дубки, который сейчас назвали природным заказником, Дегунинский. Ну, и дальше туда пройти вот через сквер на Бескудниково и дальше по лесополосе пройти вот сюда до платформы Дегунина. Так что тоже такой вот можно маршрут себе разработать. Ну, я уже говорил, что платформа отожидает полная реконструкция, перенос вот сюда, ближе к Дмитровскому шоссе, потому что здесь строится платформа на Дмитровском шоссе, строится платформа метро, вернее, ну, станция метро строится Леонозово, да. Будет продлеваться вот эта Салатовая ветка, там дальше через улицу 800-летия Москвы, и дальше сюда вот Леонозово, и дальше туда на Фистех уже город Долгопрудный будет идти метро. Ну, и будут строить еще два пути, то есть сейчас пока два пути, будут строить еще два пути, то есть это, соответственно, будет четыре пути всего, ну, в рамках вот МЦД-1, так сказать, реорганизации, развития, да, вот этого вот первого диаметра. Так что будут скоро новые пути, новые платформы, и сама платформа будет находиться, то есть совсем с Марком, с Блиссом, Марк и так недалеко, а тут еще будет прям рядом платформа. Ну, вот как-то так. Ну, кстати, Марк могут при этом вообще ликвидировать, не знаю. В общем-то, угроза такая, в общем-то, существует, учитывая тем более малую загруженность этой платформы, вполне могут вообще. То есть станцию, может, и оставят как таковой, как для грузовой работы, да, ну, а платформу пассажирские могут убрать. Ну, не знаю, может, до этого все-таки не дойдет, но посмотрим. Ну, такая вот ситуация. Такая вот платформа. Ну, всего доброго.